Когда ты стремишься к цели, сложно найти время, чтобы расслабиться. Хорошо, что поводы приходят сами собой. И даже когда на утром не нужно быть в форме, у меня всё под контролем. Монинке от похмелья. Выпил? Выпей, Монинке! Ролик подготовлен при поддержке Монинке. Монинке от похмелья. В этом случае речь пойдет о супе из требухи, которая вместе с субпродуктами весьма питательна и содержит жирные кислоты, которые помогают против похмелья. В Америке, дабы утром быть свежим, используют коктейль «Устрица Прерий», который снимает похмелье как рукой. Состоит он из сырых яиц. Добавляют в устарский соус, немного алкоголя, соус табаско, немного уксуса, соли и перец. Такая вот адская смесь, но быстро поставит вас на ноги. В Азии народным средством против похмелья, ещё и моим любимым напитком, был кумыс. Это ферментальное молоко кобыл. Несмотря на то, что кумыс это всё же алкогольный напиток, напиться от него крайне сложно. Видимо, из-за этого он так помогает от похмелья. В Германии, где пиво столь распространено, есть свои способы борьбы с последствиями пьянки. Чтобы пережить похмелье, немцы пьют пиво вместе со специальным блюдом, название которого трудно выговорить, но состоит оно из филе солёной рыбы, начинённое различными овощами. Фу, гадость. А в Британии способы борьбы с похмельем разрабатывают в университетах, и по заявлениям одного из них, самое лучшее средство – это сэндвич с беконом. Мясо содержит большое количество аминокислот, а хлеб и кетчуп обеспечат организм необходимыми углеводами. Плюс соль заменит ту, что вы потеряли при пьянке, а жир успокоит желудок. Главным способом борьбы с похмельем в России есть и остаётся рассол, который содержит большое количество солей и специй, что и помогает организму. Но есть и не такой распространённый способ, а именно квас по утру, который стопроцентно снимет похмелье. Сегодня есть современные способы борьбы с похмельем, и нет смысла страдать фигнёй. Выпил? Выпей Монин Кея от похмелья. Достаточно одного флакона сразу после употребления алкоголя, если ты весело провёл время. Ну а если ты покутил по-крупному, то выпей два флакона и утром скажешь себе спасибо. В Поднебесной? Если на утро после пьянки у вас болит голова, то лучше средства, чем чай, ну попросту не найти. А будет ещё лучше, если чай зелёный, главное крепкий, с лимоном. Или они используют простую воду с уксусом или лимоном. Всё это поможет снять недуг. В Италии, где кофе, это один из главных напитков в рационе итальянцев. Они пьют его при каждом приёме пищи. Но им кофе также помогает при похмелье. Крепкий домашний эспрессо помогает унять головную боль и поставить вас на ноги, даже если понадобится целый кофейник. В Англии, стране пабов и пивных пинт с самым лучшим средством против похмелья, как ни странно, считается сам алкоголь. Так что если вы в Англии и у вас похмелье, то смело идите в ближайшие пабы и закажите себе пинту пива. Как говорится, клин клином вышибает. Но как мы знаем, именно в России придумали лучший способ против похмелья. Это парилка и берёзовый веник. Считается, что вместе с потом из организма выходят все токсины, а голова становится свежей и перестаёт болеть. Парилка быстро поставит вас на ноги. Ну а если серьёзно, никому не советую пить. Ну раз уж так получилось, один раз в год, ну с кем не бывает. Воспользуйтесь моими советами. На этом всё. Субтитры подогнал «Симон»